Здравствуйте, дорогие первоклассники! Рада вас вновь приветствовать на уроке русского языка. Определим тему нашего урока. У меня для вас небольшая загадка. Появилась девочка в чашечке цветка. И была та девочка чуть меньше ноготка. Надеюсь, вы догадались, о ком идет речь. Это дюймовочка. Но эта героиня не одна сегодня у нас на уроке. У нас на уроке также присутствует маленький динозаврик. Как вы думаете, почему именно эти герои у нас на уроке? Верно. Первый звук в названии обоих героев это звук Д. Как раз с этим звуком и буквой Д мы сегодня на уроке и познакомимся. Нам предстоит выяснить, что это за звук и как буква Д пишется в прописанных тетрадях. Сначала составим схему к слову дом и выясним. Звук Д бывает твердым или мягким. Дом. Первый звук Д. После него следует звук О. ДО. Этот звук твердый, поэтому мы обозначаем его синим квадратиком. Далее идет гласный звук О и согласный звук М. Получается три звука. В этом слове один гласный звук, а значит один слог, ударение мы не обозначаем. Делаем вывод, что звук Д бывает твердым. А теперь составим схему к слову диван. Произнесем первый слог Д. Как вы слышите звук Д звучит мягко, значит мы обозначим его зеленым квадратиком. Рядом гласный звук И. Получается первый слог Д. Далее идут звуки В, А, ВА. И на конце согласный звук Н. В этом слове, ребята, у нас получилось два слога. Ударный диван. Делаем вывод, что согласный звук Д бывает мягким. Итак, мы выяснили, что согласный звук Д бывает твердым и мягким. А теперь определим, это звонкий или глухой согласный. Произнесем звук Д. Совершенно верно, этот согласный звонкий, значит наш звуковичок наденет колокольчик. А башмачки у него, как вы обратили внимание, синенький и зелененький, так как он бывает и твердым и мягким. А теперь перейдем к материалу учебника. Уроки 40 на странице 48 вы видите заглавную букву Д, строчную букву Д, это печатные, а также прописные. Здесь тоже есть схема слова ДОМ и схема слова ДИВАН. Давайте, ребята, прочитаем слоги и назовем предметы. Первый слог ДА, второй ДИ, третий ДУ. Назовем предметы. Эти предметы как раз начинаются с этих слогов. ДАЧА, ДИНОЗАВР, ДУДОЧКА. Пойдем дальше. Здесь у нас еще два слога. ДО, ДЫ. Со слога ДО начинается слово ДОМИНО. Со слога ДЫ начинается слово ДЫНИ. Далее, ребята, вы увидите слова, которые записаны в трех столбиках. Давайте, прочитаем их вместе. Готовы? ДОМ, ДЫМ, ДАР, ДВА. Все эти слова состоят из одного слога. Второй столбик ДУДКА, ДРОВА, ВОДА, ДУПЛО. И последний столбик ОДИН. Пишется ОДИН, но читаем мы ОДИН. СТАДО, ПОДАРОК и ПОДАРИЛ. На этой же страничке у нас есть текст. Как вы догадались, речь идет о Дне рождения. У одного из героев этой картинки, День рождения, к нему пришли гости. Давайте выясним, что они ему подарили. Дима подарил Давуду танк, а Наида подарила рисунок. Она нарисовала космос. Давуд рад. В конце этого предложения стоит восклицательный знак, так как мы его произносим с большим чувством. А теперь, ребята, постарайтесь ответить на вопросы по данному тексту. Вы наверняка внимательно читали его. Итак, первый вопрос. Кто подарил Давуду танк? Вспомнили? Верно, ребята. Танк подарил Дима. Следующий вопрос. Наида нарисовала космос или компас? Верно, ребята. Наида нарисовала космос. Динозаврик приготовил нам небольшой сюрприз. Сегодня, ребята, мы познакомимся с вами с лентой букв. Как вы видите, буквы здесь записаны на красном фоне и на двойном фоне, на синим и на зеленом. Почему? Надеюсь, вы уже догадались. Так как мы обозначаем гласные звуки красным цветом, они обозначены на красном фоне. Согласные звуки у нас бывают и твердые, и мягкие, поэтому половинка квадратика закрашена зеленым, половинка с синим цветом. Но есть у нас звук Й. Мы с вами о нем говорили на предыдущих уроках. Он бывает только мягкий. Сегодня мы с вами познакомились со звуком Д. Давайте найдем его на этой ленте букв. Вот звук Д. Мы знаем, что звук Д звонкий. Рядом с ним стоят в одном ряду звуки В, Е, Р, Л, М, Н. Все эти согласные звуки звонкие. А вот в нижнем ряду собрались глухие согласные звуки. Гласные звуки верхнего ряда придают согласным твердость, а нижнего ряда мягкость. Вы можете убедиться в этом, посмотрев на звук И. Мы знаем, что этот звук придает мягкость. А теперь, ребята, посмотрите. Под звуком Д стоит звук Т. Обычно вы из-за парты сидите парами, и когда вы уходите из класса, становитесь парами. Так и звуки. Они тоже бывают парными. Но парными по звонкости и глухости. Первая пара, с которой мы познакомимся, это пара Д, Т. Парный звонкий Д и его пара глухой Т. Посмотрите, пожалуйста, даже в слоговой таблице во втором ряду уже появляются слоги со звуком Т. Прочитаем вместе. Если мы произносим согласный звонкий на конце слова, то он, ребята, обычно слышится как согласный глухой. Сейчас мы прочитаем с вами слова, и вы в этом убедитесь. Для этого мы познакомимся со словами третьего столбика. Посмотрите. Код, кот. Если мы быстро произнесем слово кот, то и он прозвучит как слово кот. Только на письме мы обозначаем уже глухой звук Т согласным Д. То есть мы записываем букву Д. В слове род на конце пишется буква Д, но при произношении мы слышим рот. И в первом, и во втором слове. И последняя пара слов. Пруд, пруд. В обоих словах при произношении мы слышим согласный глухой Т. А вот на письме пишется слово пруд, это небольшой водоем. Пруд, это маленький прутик дерева. Один звук отвечает эти слова по смыслу. А теперь давайте прочитаем текст про нашего котика. Тут пруд. У пруда стоит лодка. Около лодки кот Дымок. Слово Дымок написано за главные буквы, так как это кличка животного. Кис-кис Дымок. На, котик, молоко. Хозяйка угощает своего котика молочком. А теперь, как вы знаете, после текста мы отвечаем на вопросы. А теперь мы перейдем к письму. Приготовьте, пожалуйста, тетради, ручки. И мы постараемся прописать за главную букву Д и строчную букву Д. Постарайтесь писать вместе со мной и повторять за мной движение. За главную букву Д мы начнем писать сверху. Опускаем прямую линию вниз. Закругляем, делаем небольшую петельку и делаем полный круг вокруг нашей палочки. Вот какая красивая буква Д у нас получается. А сейчас запишем строчную букву Д. В написании строчной буквы Д у нас участвует овал и палочка с закруглением. Давайте попробуем. Пишем овал, а дальше прямая палочка, закругляем и делаем тоже петельку. Потренируйтесь, пожалуйста, в написании буквы Д. Думаю, она у вас хорошо получится. Сейчас, ребята, мы выполним с вами задание. У нас слова даны в разброску. Из данных слов нам нужно собрать предложение. Давайте вместе прочитаем слова. Стоит пруда у лодка. Мы только что читали предложение об этом. Попробуйте собрать из этих слов предложение. У меня получилось так. У пруда стоит лодка. Давайте запишем это предложение вместе. Мы знаем, что предложение начинается с заглавной буквы, поэтому первую букву мы напишем заглавную У. У. Следующее слово. Пруда. Пру. Стоит. Произносим стоит, но пишем стоит. И последнее слово лодка. При произношении мы слышим лодка, но при записи мы запишем букву Д. Лодка. В конце предложения мы ставим точку, так как предложение – это законченная мысль. Записали? А теперь попробуем составить еще одно предложение. Здесь у нас три слова. Лодки, около, кот. Попробуйте теперь из этих слов составить предложение. Получается около лодки, кот. Запишем. Около. В этом слове три буковки О у нас. Лодки. Опять слышим согласный звук Т, но пишем букву Д. Лодки. И последнее слово – кот. В конце предложения обязательно ставим точку. Как вы помните, кот Д. Мок был около лодки. Здесь, ребята, нам предстоит выполнить небольшое задание. В таблице нужно закрасить слоги с мягким согласным. Как вы знаете, мягкость с согласным звуком придает гласный звук И. Давайте найдем слоги и закрасим их в таблице. Я буду использовать зеленый цвет. Да, су, ты, ря. Этот слог тоже звучит мягко. Закрасим и его. Следующий. Ды, ни. Опять мягкий. Дальше. Ро, на, ла, ву, ти. Опять мягкий. Закрашиваем. Лы, ти. Мягкий. Закрашиваем. Ну, йо. Мы знаем, что звук Е мягкий. Причем всегда мягкий. Этот слог мы тоже закрашиваем. Ви. Тоже мягкий. Закрашиваем. До, ни, са, пу, во, ди. Опять мягкий. Закрашиваем. И осталось у нас два слога. Ло и ми. Слог ми мягкий. Это последний слог, который мы закрасим в этой таблице. Надеюсь, вы определяли эти слоги вместе со мной. А сейчас я предлагаю вам прописать заглавную и строчную букву Д для закрепления, чтобы ваша рука привыкла писать эту буковку. Пару букв я напишу вместе с вами. Обводим образец. А далее пишем. А далее пишем сами. Прямая линия. Закругляем петельку. Делаем оборот вокруг палочки. Прямая линия. Поворот. Петелька. И делаем оборот вокруг палочки. На второй строке у нас слоги. Да, до. Записываем. Да, до. На третьей строке у нас три слога. Ди, ды и ду. Запишем. Потренируйтесь в написании этой буквы. Я думаю, у вас получится. А мы подведем итог нашего урока. Итак, сегодня мы познакомились с согласным звуком Д, который на письме обозначается буквой Д. Этот согласный звук звонкий, бывает мягким или твердым. А еще мы сегодня выяснили, что согласные бывают парные. И пара этого звука звук Т. А я с вами прощаюсь, но перед этим хочу вас предупредить. Как вы знаете, ребята, в нашей стране с каждым днем растет число зараженных коронавирусом. Пособлюдайте, пожалуйста, дистанцию. Поменьше бывайте в общественных местах. Приходя домой, обязательно мойте руки мылом, обрабатывайте антисептиком. Ешьте побольше витаминов. Не болейте. До скорых встреч. Здравствуйте, дорогие первоклашки. Рада вас приветствовать на уроке математики. Ознакомимся с темой нашего урока. На предыдущих уроках вы познакомились с действием вычитания. Вы знаете, что при вычитании числа имеют определенное название. У нас записан пример. 7 минус 2 равно 5. А как же называется число при вычитании? Число 7 при вычитании называется уменьшаемое. Число 2 называется вычитаемое. А число 5 называется разность. Сегодня мы будем решать с вами задачи, в которых нужно будет воспользоваться действием вычитания. Итак, обратимся к нашим учебникам на страничке 65. В спортивных соревнованиях по бегу участвовало 10 детей. Не дойдя до финиша, двое из них устали и остановились. Сколько детей добежали до финиша? Сначала определим основные ключевые слова в этой задаче. Итак, мы знаем, что в беге участвовало 10 детей. Давайте подчеркнем. Дальше мы знаем, что двое детей остановились, так как они устали. Подчеркнем и это. Двое устали. И, наконец, выясним, что же нам нужно узнать из этой задачи. Нам нужно узнать, сколько же детей добежали до финиша. Давайте составим краткую запись к этой задаче. Бежали 10 детей, остановились двое детей, добежали, мы не знаем. Как же это можно выяснить? Здесь у нас 10 – это целое число, 2 – это его часть, и нужно найти вторую часть. 10 – это целое число, 1 часть – это 2, найдем другую часть. Другую часть мы найдем при помощи вычитания. Какой пример мы запишем? Верно. 10 минус 2 получается 8. То есть 8 детей добежали до финиша. А теперь обратим внимание на задачу номер 8. Анар собрал 9 камней на берегу, а Лала на 3 камня меньше. Какая из рамок справа соответствует количеству камней Лалы? Здесь мы видим количество камней Анара. Справа у нас даны 2 рамки. Нам предстоит выяснить, какая из них соответствует камням Лалы. И опять-таки определяем ключевые слова в нашей задаче. Мы знаем, что Анар собрал 9 камней. Подчеркнем это. Мы знаем, что Лала собрала на 3 камня меньше. Это тоже мы подчеркнем в задаче. И то, что нам нужно узнать. Нам нужно узнать количество камней Лалы и потом показать это на схеме. Запишем краткую запись. У Анара 9. У Лалы на 3 камня меньше. Нам нужно узнать количество камней Лалы. Каким действием можно выяснить это? Конечно же, вычитанием. То есть, от 9 отнимем 3 и получим 6. Если мы на схеме, которая дана к камням Анара, закроем 3 кружочка, то мы узнаем количество камней, которые остались у Лалы. То есть, 1, 2, 3, 4, 5, 6 камней. Если мы обратим внимание на эти схемы, то заметим, что на данную схему похожа правая схема, в которой 6 зеленых кружочков. То есть, ответом к данной задаче будет схема, которая расположена справа. Первая схема нам не подходит. Проверим счетом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь у нас 7 точек в десятичной клетке. А нам нужно 6. Поэтому вариант ответа – клетка, которая расположена справа. Перейдем к следующей задаче. Самир съел 5 печеней, а Айнур на 2 штуки меньше. Сколько печеней съела Айнур? И опять нужно найти ключевые слова. Мы знаем, что Самир съел 5 печеней, а Айнур на 2 штуки меньше. И нам нужно узнать, сколько печенек съела Айнур. Это наши основные слова в задаче. В краткой записи можно обозначить Самир 5 штук, Айнур на 2 штуки меньше. И нам нужно узнать, сколько съела печенюшек Айнур. Как выясним? Конечно же, вычитанием. Нужно от 5 отнять 2, и это будет равняться 3. Ребята, можно выяснить это при помощи рисунка. Давайте изобразим количество печенюшек, которые съел Самир. Их у нас 5. 1, 2, 3, 4, 5. На второй строке 3 печенья, которые съела Айнур. Посмотрев на этот рисунок, мы можем заметить, что разница между их печеньями составляет в 2 штуки. То есть на 2 меньше. Поэтому мы от 5 отняли 2, получили 3. А теперь выполним задания, которые даны в ваших рабочих тетрадях на странице 55. Мы будем решать примеры и находить разность. Уменьшаемое 2, вычитаемое 1. Разность будет равна, верно, единичке. 8 минус 3 равно 5. Если от 7 отнять 4, то получится 3. От 6 отнимем 1, получим 5. Разность чисел 3 и 2 равна 1. От 10 отнимем 3, отсчитаем 3 назад, получим 7. 4 минус 2, верно, 2. От 7 отнимем 7, в результате получим 0. Совершенно верно. И последние два примера. От 5 отнять 2, будет 3. Из 8 вычесть 2, получится 6. Вы знаете, ребята, что вычитание можно записывать в столбик. Здесь у нас записаны примеры в столбик. Давайте посчитаем. От 6 отнимем 3, получится 3. Разность чисел 7 и 6, верно, будет равна единичке. Если мы из числа 9 вычтем 0, то опять получим в ответе 9. А если мы от 5 отнимем такое же число само себя, то в ответе мы получим 0. И последнее, это разность чисел 9 и 7, в результате получится 2. Вы хорошо потрудились, а сейчас мы продолжим нашу работу. В шестом задании нужно найти разность и поставить соответствующие знаки сравнения вместо звездочек. Давайте выполним это задание. У нас есть образец 6 минус 1, звездочка 4. Решаем левую часть. От 6 отнимаем 1, получаем 5. А мы знаем, что 5 больше, чем 4. Здесь мы решим вместе. От 5 нужно отнять 3. 5 минус 3 – это 2. Нам нужно сравнить числа 2 и 4. Мы знаем, что число 2 меньше, чем число 4. В следующем примере. В следующем примере от 9 отнимаем 1. Получаем 8. И мы знаем, что 8 меньше 10. Ставим соответствующий знак. И последнее выражение. 7 минус 3. Если 7 вычесть 3, получается 4. Ставим правильный знак сравнения 4 больше, чем 2. А сейчас еще раз вернемся к решению задач и запишем примеры к данным задачам. В автобусе было 8 пассажиров. На остановке сошли 4 пассажира. Сколько пассажиров осталось в автобусе? Давайте подчеркнем то, что нам уже известно. А известно нам, что в автобусе было 8 пассажиров. На остановке сошли 4. А нужно знать, сколько осталось. Так как сошли, значит количество пассажиров уменьшилось. Было 8, сошло 4. Составляем выражение, то есть 8 минус 4, и это равно, верно, 4. Если мы к 4 прибавим 4, то мы опять получим число 8. А теперь решим задачу номер 10. Внимательно читаем и определяем основные ключевые слова. Всего 5 котят, 3 котенка возле коробки, а остальные в коробке. Сколько котят в коробке? Мы узнали, что всего было 5 котят. Подчеркнем. Дальше мы узнали, что 3 котенка сидят возле коробки. 3 котенка возле. А остальные внутри коробки. Вот этих остальных нам нужно будет найти. А как мы это выясним? Естественно, с помощью вычитания. То есть от 5 отнимем 3, получим 2. 5 минус 3 равно 2. Если мы к 2 прибавим 3, то мы получим 5. Значит, мы решили задачу верно. Наш урок, ребята, подошел к концу. Я вам предлагаю самостоятельно выполнить задание в рабочей тетради на страничке 55 номер 7 и 8. Думаю, вы с легкостью справитесь с этими заданиями. А в конце урока хочу вам напомнить, что с каждым днем растет количество заболевших коронавирусом. Пожалуйста, оставайтесь дома. Без надобности не выходите из дома. А если бываете в общественных местах, соблюдайте дистанцию. По возвращению домой обязательно помойте руки с мылом или же обработайте антисептиком. Будьте здоровы. До скорых встреч. Здравствуйте, дорогие первоклассники. Сегодня на уроке мы с вами будем говорить о ваших правах. Какими же правами обладает человек, который проживает в Азербайджанской республике? Для начала, ребята, давайте поговорим с вами, что же такое право. Право, ребята, это совокупность каких-то правил, установленных и охраняемых нашим государством. И каждый человек несет ответственность перед государством. Если кто-то нарушит, например, ваши права, то этот человек, ребята, является преступником и несет ответственность перед государством. То есть вот эти права, которые вы имеете, никто не имеет права нарушать. Каждый ребенок вот уже при рождении имеет право на получение гражданства Азербайджанской республики. А также, ребята, имеют право на жизнь. И никто, ребята, не имеет права отнять у вас эту жизнь. Также, ребята, дети имеют право на свободу. На свободу слова и вообще на свободу. Что это означает? Ну, например, как на рисунке. Никто не имеет права обижать вас. Держать, например, за ухо или тянуть за ухо, или какие-то грубые движения по отношению к вам поступать, или наказывать вас, или закрывать, например, в комнате одного. На это тоже никто не имеет права. То есть грубое, ребята, обращение – это нарушение правил, нарушение закона, установленного нашим государством. Также, ребята, каждый человек, проживающий в Азербайджанской республике, имеет право на защиту чести и достоинства. Обратите внимание на рисунки. Девочка сидит очень грустно. Видно, что ее кто-то очень сильно обидел. То же самое и мальчик. Обратите внимание на тень над головой мальчика. Мы видим, что кто-то поднимает на него руку, а мы знаем, что никто не имеет права грубо с вами обращаться. И вообще с детьми грубо обращаться нельзя, так как права детей охраняются нашим государством. Независимо от расовой принадлежности, от пола, от знаний какого-то языка, все дети, ребята, одинаковые. И все дети имеют равные права. Вот обратите внимание на картину. Мы видим, что дети разных национальностей. Но несмотря на это, в нашем государстве все права детей одинаково равны. Ребенок имеет право на защиту от всех форм наказания. Вот обратите внимание, нельзя наказывать ребенка, даже если он что-то испачкал или что-то сделал не так, как надо. Можно человеческим языком просто объяснить ребенку, объяснить, что этого делать нельзя. Но грубо обращаться с ребенком и наказывать его вот в таком виде нельзя. Как мы, ребята, уже сказали, дети имеют право на жизнь. И в Азербайджанской республике ребенок, не достигшийся 18 лет, считается ребенком. То есть человек, которому еще не исполнилось 18 лет, считается ребенком. Дети, также ребята, имеют право на медицинский уход, на бесплатное медицинское обслуживание. Это право, ребята, охраняется нашим государством. То есть дети имеют право на жизнь и на охрану здоровья. Дети имеют право на образование, на получение профессии. И наше государство делает все, чтобы дети получили достойное образование. Обеспечивают школы необходимым оборудованием, обеспечивают бесплатными учебниками. Вы получаете бесплатные учебники. А это, ребята, делается для того, чтобы все дети получили достойное образование. Независимо от материального состояния, например, семьи, в которой воспитывается данный ребенок. То есть права детей, ребята, одинаково равны. Право, ребята, на образование имеет каждый ребенок, проживающий в Азербайджанской республике. Также, ребята, дети имеют право на воспитание и заботу родителей. Они имеют право быть рядом со своими близкими людьми, с любящими их родителями. Также имеют право на проживание в семье, на жилье. То есть дети должны жить в семье. То есть у каждого человека, ребята, должна быть семья. И в то же время нельзя детям разлучаться со своими родителями, с любящими их людьми. Таким образом, ребята, каждый человек, каждый ребенок имеет право на любовь в кругу семьи, на любовь родителей и близких ему людей. Ребята, из этих иллюстраций мы видим, что дети имеют право на отдых и на досуг. То есть это означает, что они имеют право провести время в окружении своих друзей, в окружении близких людей. И дети имеют право, как мы уже сказали изначально, на бесплатную медицинскую помощь. Это означает, ребята, что в каждом детском учреждении, школах, детских садах должны быть врачи и медсестры, которые наблюдают за здоровьем детей. И, наконец, ребята, главное право каждого человека – это право на жизнь. Ребята, еще в Азербайджанском государстве все дети имеют право на медицинский уход. Опять же, независимо от расовой принадлежности, от, например, национальности, все люди, проживающие в Азербайджане, имеют равные права и медицинский уход. А сейчас давайте обратим внимание на эту иллюстрацию. Что мы можем сказать по этой иллюстрации? Ребята, давайте соотнесем вот эту картину к определенному праву. Вот к какому праву относится данная картина? Что мы можем сказать из этой картины? На картине мы видим прекрасную семью, родителей хороших и детей. Мы можем сделать вывод по этой картинке, что дети имеют право на семью, право на любовь со стороны родителей. По этой картине, ребята, мы можем сделать такой вывод, что каждый ребенок имеет право на полноценное питание. А вот по этой картине мы можем сделать вывод, что все дети имеют право на медицинский уход. И вот, ребята, следующая картина говорит нам о том, что дети имеют право на отдых и на досуг. А сейчас, ребята, давайте обратим на эти картинки и выделим те картинки, в которых мы видим нарушение прав детей. В каких же картинках мы видим нарушение прав детей? Вот на этой картинке, где видно, что девочку очень сильно обидели. И она уединилась, как вы видите, и грустит. И вот на этой картине тоже мы видим нарушение прав, потому что нельзя ребенка заставлять вот так работать, красить, например, стены, потому что он, как я уже сказала, до 18 лет каждый человек считается еще ребенком. И ребенка заставлять, чтобы он вот так работал, нельзя. По этой картинке, ребята, мы можем сказать, что каждый ребенок имеет на бесплатное обязательное образование, на отдых и на досуг. И, наконец, ребята, каждый ребенок имеет право на счастье, на любовь. А сейчас, ребята, задание на следующий урок. По учебнику на странице 30-31 подготовьте рассказ по картинам и ответьте на все вопросы. А я желаю вам благополучия и здоровья. До свидания, ребята. До следующего урока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова